Кстати, я бы хотел по поводу похищения в Чечне еще обратиться к нашим студентам, требующим знания, в исламских вузах, в арабских странах. Дорогие братья, было бы очень полезно, если бы вы направляли бы к исламским ученым, к шейхам вопросы по поводу подобной практики. Объясняли бы ситуацию, что этот наместник Кремля у нас в Чечне взял заложники родственников, большинство из которых являются женщиной, взял их в заложники для борьбы со своими критиками. И как на это смотрит ислам, с точки зрения ислама, то, что он сделал, как это наказывается, насколько это грех, что за это ему положено по шариату, как он за это будет отвечать в судный день и так далее. Если бы были вот эти разъяснения, это было бы очень полезно для того, чтобы в арабском мире, мнение которого для него очень важно, для Кадырова, чтобы там знали в арабском мире то, что он творит. Помните, какой хороший резонанс получился, когда они посигнули на девушек в никабах, в эфире там сняли с них никабы? Помните, какой был резонанс? Этот муфтий коров вынужден был сидеть и оправдываться перед арабами, что он нет, они не против никабов, вот что-то там то, мы говорили не это, вы не так поняли и так далее. Вот сейчас такой момент, когда если бы вот над этой темой подняли бы точно такой же резонанс, если бы она так же срезонировала, то они тоже вынуждены были бы как-то объясняться. Было бы хорошо, если бы на это обратил внимание шейх от Димашки, сделал бы обращение по этой теме. В общем, я призываю наших студентов, исламских вузов, доведите, пожалуйста, эту информацию до ученых, до больших ученых и до авторитетных призывающих, известных в мусульманском мире. Пусть они сделают свои комментарии по этой теме, пусть это будут даже не фетлы какие-то, но хотя бы пусть прокомментируют эту тему. И обратно возвращаясь к тебе, Кадырова, я хочу тебе напомнить, что вот это вот посягание на женщин, это то, что мы не позволяли себе в отношении тебя, твоих родственниц. Твои родственницы тоже здесь по Европе и ездят, и ездили, и не раз они здесь бывали, и известно было, что они здесь были, и о том, что они здесь будут, бывало заблаговременно известно. Но ты когда-нибудь слышал, чтобы мы где-то переходили им дорогу, чтобы мы вообще как-то враждовались женщинами? Ты когда-нибудь слышал от меня такие высказывания, как здесь будет такая-то родственница Кадырова или родственница его, там, каких-нибудь привлеженных на показе мод, например, в Париже? Встретьте ее, сделайте то или сделайте это. Ты что-нибудь подобное слышал? Ты когда-нибудь видел, чтобы мы посягали на твоих женщин? Мы же вроде как, вот этот вот, никто из нас не переходил эту черту. Почему ты вдруг решил ее перейти? В какой момент ты решил открыть эту дверь? А что, как ты считаешь, что будет, если мы начнем так же переходить эту дверь? Мы-то не начнем никогда, мы не борцы с женщинами, это не наша тактика, не наша стратегия. Это очень недостойно для нас. Но представь, если бы мы посягнули бы, если бы мы тоже начали бы вот так с тобой бороться, каково это было бы, во что бы превратилась эта борьба? Вернись, Кадыров, вернись хотя бы, начни имитировать какое-то достоинство. Субтитры создавал DimaTorzok